Балаковец Константин Флегонтов отлично знает, что такое скорость. На его счету ни один рекорд в фестивале «Байкальская миля», который ежегодно объединяет сотни любителей новаторских технических решений. Это и подробный мотоцикл. Я на нём установил семь рекордов скорости на льду. Разные дисциплины и разные классы. Поэтому вот семь рекордов. Но на нём, можно сказать, история закончилась. Новая история для Константина начинается с мотоцикла, который в 2020 году уже был участником «Байкальской мили» и развил скорость 110 км в час. Но прежнему владельцу он стал неинтересен. А Константин решил дать ему новую жизнь. В мотоцикле два спидвейных мотора. И, по словам гонщика, с ними придётся повозиться. Придётся как-то их синхронизировать между собой. Может быть, электронное зажигание. То есть, как бы тут целая история. Если они живые и хорошие, то, значит, я на них, возможно, поеду на «Байкал». А если нет, то, значит, я буду искать спонсоров, кто мне поможет приобрести два двигателя. Уже не первый год Константину Флегонтову помогает компания «Фусагра». В 2020 году она поддержала идею тогда ещё неизвестного гонщика представить Балакова на Большом международном фестивале скорости. И, как выяснилось, не зря. О нашем городе узнали благодаря рекордам и яркому мотоциклу Константина. Недавно, кстати, сюжет о нём приезжал снимать известный блогер Георгий Белов. И на всю Россию рассказал в своём канале о Балаковском стримлайнере. Это тоже результат знакомств на фестивалях скорости. Теперь у Константина очередная цель – довести до ума новый мотоцикл с легендарными спидвейными двигателями. На таких двигателях у нас Валерий Дмитриевич Гордеев гонял и Дубс гонял. Так что у меня есть, как говорится, кто мне сможет их поднастроить. Потому что это старая школа, которой, к сожалению, уже единицы остались, кто могут эти двигателя вообще настроить по углам зажигания, откапиталить. Сам гонщик говорит, что когда мотоцикл сделан своими руками, то никаких переживаний или даже страха во время заездов нет. Не то, что я такой бесстрашный. Он до старта, а во время езды он уже его просто нет. Ты едешь, потому что уверен в нём, в каждом болтике, винтике, что ты его прикрутил, проверил. И поэтому нет страха, просто едешь и всё. Впереди у Константина несколько месяцев кропотливого труда. Он надеется к байкальской миле оборудовать новый мотоцикл обтекателем, который снижает сопротивление воздуха и позволит ехать быстрее. Это дело затратное, и Балаковец надеется на помощь своих друзей-химиков. Фосагра всегда мне помогала. Каждый год приходит момент, когда мне не хватает средств или технической поддержки. Я пишу письма о помощи, что мне надо где-то транспортировку, где-то гостиницу оплатить, где-то запчасти оплатить. В этом году Константин планирует участвовать и в байкальской, и в жигулёвской милях. Есть у него ещё одна мечта, о которой он говорит, но очень осторожно. Вместе с новым двухмоторником он бы хотел отправиться за океан, на знаменитое высохшее солевое озеро Боннивиль. Там проходят самые масштабные мероприятия в мире скорости. Константин верит, что всё получится, потому что мечты должны сбываться.